Сильный взрыв перепугал ночью жителей улицы Малиновского в Советском районе. Тема эта бурно обсуждала в социальных сетях, и мы решили разобраться. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как на детскую спортивную площадку пришел неизвестный, что-то там делал, а затем взрыв. Какой-то молодой человек подошел, там что-то бросил и быстро-быстро побежал к сторону выхода. Сначала думал, что в пейерверке. Ну, один был, второй, и все. Сейчас 13, это воспринимается. Я уж подумал, может, не машину или как обзорвал, ас. Проходили, пробегали, ребята, лет там 16-18. Здесь был взрыв ночью. Мы не знаем. Это не вы? Нет. Но это грязь, это грязь. Это не шутки, это серьезно. Я ночью от этого проснулся. Проснулся? Ну, это не твои друзья, они кто, кто это мог сделать? Ты говорят, тоже молодые. Нет, не знаю, честно. Это какая-то петарда мощная. Кстати, да, выпускной действительно. Потому что сейчас все празднуют, и, возможно, в праздничном угаре в качестве развлечения действительно могут такие петарды взрывать. Их достать довольно-таки сложно, но если достанешь, то можно, почему бы и нет. Это была петарда. Петарды, они подразделяются на категории. Они есть слабые и также есть сильные. Но вопрос только, где они достали, потому что они продаются только с 18 лет. Следов не будет, потому что у нее недостаточная там мощность. То есть здесь идет акцентный эффект больше. Больше на звук и больше акцентный эффект. Единственное, конечно, она, если какие-то там осколки, что-то, почему молодой человек убежал так быстро, может, конечно, повредить, если он будет рядом находиться. Ну и также может оглушить все. Это единственное, что может случиться. Кстати, в полиции сообщили, что проводят проверку по данному факту.